спасибо татьяна а еще раз добрый день коллеги тему эту я уже новую читалку в прошлом учебном году поднимал но мы тогда все это дело дорабатывали сейчас уже у нас эта разработка пошла в релиз а а вещь очень хорошая поэтому можно про нее рассказать еще раз не просто хорошие необходимое что такое вообще о чем мы будем разговаривать читалка это соответственно система чтения с помощью которой вы студенты и прочие пользователи различных электронных библиотечных систем соответственно читают книги учебники и будет другую научную учебную литературу вот по сути основа всех этих электронных библиотечных систем всех электронных библиотек это есть эта читалка ну то есть та литература и возможности ее чтения вот сегодня будет помимо рассказа про уникальный новый формат в читалке мы сделаем тоже такую интересную уникальную вещь во всяком случае впервые за всю историю вебинаров директ академии я выйду с другого аккаунта и буду показывать ее напрямую с со смартфона потому что суть этой новой читалки как раз возможность читать на любом формате на любом устройстве а не только на экране компьютера и ноутбука вот ну что давайте начнем новая читалка давайте небольшой экскурс в истории без пройдем посмотрим вспомним как все начиналось с чего и рождались все способы чтения которые сейчас присутствуют у нас на рынке и не только в россии но и вообще во всем мире что такое читал когда еще раз мы это поговорим это специальный функционал электронных библиотечных систем предназначены для работы с изданиями любых направлениях специальных форматов для чтения в режиме онлайн почему вообще это отдельный вид отдельный так скажем формат хотя форматы чтения электронный формат чтения они уже давно известны все их хорошо знаем многие наверное пользуются электронными читалками для чтения в таких форматов как например fb2 дежавю есть много есть форматов amazon выпускает собственные форматы для своих электронных книг и так далее почему же для библиотечных систем для обучения эти форматы изобретали заново и они не не соответствует тем требованиям которые закладываются изначально в электронной читалке в первую очередь это связано с работой с правообладателями потому что вся отчетность вся статистика оплата и прочее прочее что связано именно с работой по правам от издательства или там от частного правообладателя того или иного учебника она связана именно с со страницей книги то есть изначально пишется именно так скажем книга которая будет видеть печатной версии у этой книги есть точное количество страниц и соответственно от количества просмотра этих страниц и зависит различные выплаты и отчетности с правообладателями с издательствами и так далее так далее вот поэтому очень важно было в при развитии систем чтения вбс отслеживать и фиксировать именно по страничный вид этих этих книг поэтому то что вы сейчас видите до сих пор неважно в какой системе в нашей бс каких-либо других вы всегда на экране видите страницу учебника которая также выглядит как страница учебника в печатной книге по сути она это есть это сканы этих книг кто-то пользует делает их виде вообще фотографий там пнг кто-то их переводит в pdf кто-то еще какие-то виды и форматы но по сути это картинка страница учебника вот еще соответственно требования к форматам в том чтобы была возможность быстрой загрузки и удобного чтения в режиме онлайн в первую очередь и от самих электронных библиотек это минимальный объем хранения оптимизации нагрузки на сервер тут немножко подробнее по сути если вы сканируете например страницу книги она в виде картинки весит довольно много если это объединить в учебник это уже такой большой объемный файл получается а сама библиотека на может занимать очень просто непомерные объемы допустим у нас одних учебников нашей бс онлайн больше двухсот тысяч только учебник помимо других изданий журналов и прочего прочего вот 200 тысяч учебников если виде формата в картинках уместить это будет очень проблематично и стоимость поддержания такого сервера будет очень высокой тем более на момент когда начиналось только развитие электронно-библиотечных систем такие объемы были просто космическими из-за этого и придумывали новый формат для того чтобы все это скомпоновать и уместить как раньше пытались это все немножко перевести именно в читабельность формат из чего вообще все шло если помните было был такой формат как флэш то есть были системы которые переводили все это в формат флэш но после того как выяснилось что для его работы ну то есть это все знали и работал шоквейв подключали специальных так скажем утилиту а в ней оказалась очень большая дыра и через которую нехорошие товарищи могли очень легко выключить любую информацию с вашего компьютера дальше как я говорил переводили страницы книги отображения в картинки jpeg png кто-то даже гиф вот но я сказал это очень много весело занимало большой объем памяти переводили в html но это тоже требовало определенных навыков и подготовки пользоваться для того чтобы можно было то есть нужно было специально программу скачивать и так далее чтобы смотреть это в html ну и другие менее распространенные форматы основная проблема была в отсутствии стандартизации то есть каждый бесс делала по-своему пыталась там как-то изобрести велосипед из-за этого каждый то есть например правообладатель какое-нибудь издательство один учебник они не могли передать всем остальным каждому приходилось переделать его по-своему соответственно выход нового учебника с печатной версии до электронной версии в электронной библиотечной системе занимал большой промежуток времени для того чтобы все это отсканировать перевести в свой там уникальный формат и так далее вот это немного похоже если помните на заре развития мобильных телефонов каждая компания производитель выпускала свой разъем под зарядку соответственно у каждого бы был своя зарядка и если вдруг вы там куда-то потеряли или забыли вам приходилось там ходить по офису или еще где-то и спрашивайте нет ли конкретный вот там кругленькой зарядки для nokia вот то есть это было так скажем большая проблема поэтому все переходило вот итог был один это общий формат стандарт как работали мы как работала наша компания вот в начале времен так скажем наши разработчики пошли по пути минимизации и адаптации исходного файла к ним то есть мы выбирали баланс между затратами по подготовке контента его обработки защита от копирования это тоже очень важный параметр и качество отображения для пользователя то есть сначала сканировалась книга переводилась формат pdf затем переводилась в png а затем для уменьшения веса готового файла книги стали переводить уже в новый формат на тот момент svg вот то есть в этом случае качество отображения картинки не менялась не ухудшалась объем становился гораздо меньше и с такой картинки как svg нельзя было ну просто копированием всю книжку себе перекинуть это было одно из основных требований любого правообладателя чтобы при отображении его книги при для онлайн чтения не было возможности и просто скопировать ну это мы все понимаем какие функции мы постепенно внедрили опять же это для удобства для полноценного так скажем пользования книгами это текстовый слой поверх картинки то есть как это происходило у нас был например pdf pdf определял отделял картинку из нее как бы вытаскивал текстовый слой и виде опять же html формат например накладывалась она поверх картинки ну прозрачном режиме то есть можно было бы там скопировать или там часть какого-то текста выделить посмотреть сделать ну как бы обработать для своих рефератов курсовых студентам или еще вот появилось интерактивное содержание то есть это уже было само содержание в книге в виде картинки но и был отдельный источник среди которого можно было переходить по главам в этом содержании без постоянной прокрутки самой этой книги появилась возможность составлять закладки появилась возможность поискового текста вот как раз среди вот этой вот текстового слоя появился поиск ну и цитирование фрагментов опять же за счет этого текстового слоя ну и подходим к основному с чего мы тут все собрались это чего не хватало во всех читалках немножко сейчас так отойду от темы углублюсь в некое философствование уже несколько лет я напрямую занимаюсь исключительно электронно-библиотечной системой изучил как нашу так и всех наших конкурентов и смотрел как вообще это выглядит не только у нас но и на западе общался с руководящим составом вузов с преподавательским составом знаете суть одна да любой вуз при покупке например там электронно-библиотечной системы либо там он там решает самостоятельно ее сделать так далее смотрят только со стороны удобства руководящего состава в плане чтобы было наличие там по РПД чтобы была возможность заливать там через Excel чтобы ну то есть все что угодно но только никто никогда почему-то не смотрел со стороны удобства чтения для студентов хотя по всей логике мы должны понимать что именно чтение у студентами изучение учебников это основная функция любой электронно-библиотечной системы но до этого никто не доходил то есть главное для руководящего состава все наличие книг в каком это виде как это будет смотреть студент никого не интересовало ну то есть должна была появиться галочка все есть и есть а дальше как бы не нравится идите в библиотеку берите печатную книгу вот и наша компания ясно нашим отделом разработки мы решили вот произвести некую революцию в этом плане вот занимаемся этим уже больше года на самом деле это очень сложная задача сделать вот этот статичный вариант страницы учебника сделать его масштабируемым сделать его читабельным опять же я в самом начале начал разговор про форматы для электронных читалок для чтения в основной своей массе художественной литературы почему они не работают для учебников для учебной литературы потому что перевести напечатанный формат художественной литературы где не попадаются формулы не попадаются таблицы сопоставления какие-то либо ответвления в самом тексте это очень легко для этого минимум работы нужно то есть сканирование отделяет текстовый слой и специалисты если уж нужно бегло пробегает по книжке расставляет там например главы чтобы они шли так как ему удобно для электронной версии и все с учебником так не пройдет любой текстовый слой который выделяет сейчас любая система там при получении pdf например он тащит все в кучу он не не разделяет таблицу от текста сопоставления формулы тем более до сих пор даже с помощью искусственного интеллекта не научились их правильно отделять ну то есть искусственный интеллект помогает сейчас немножко вытаскивать куски но когда он их обратно формирует в текст он делает очень много ошибок в этих формулах вручную потом полностью перепроверить весь учебник правильно ли произошло отображение в том же самом формате fb2 для того чтобы закинуть его в электрон не читал но это нереально это невозможно вот мы соответственно поэтому и занялись этим вопросом поэтому это так долго идет всей командой мы это делаем но мы можем сказать что наверное процентов на 85 мы проблему решили не все получается идеально но за последние 4 месяца мы сильно продвинулись в этом вопросе мы улучшили показатели и отображение всего что есть в учебниках научили нашу систему работать с таблицами сопоставлениями с формулами и так далее и так далее поэтому у нас так скажем начали получилось сделать так чтобы читалка то есть появился новый формат для чтения на любом устройстве тем самым мы наконец дошли до студента которому теперь будет достаточно удобно пользоваться и читать книги в электронно-библиотечных системах что как бы какие проблемы возникают ну во-первых защита от копирования когда все переводится в текстовый слой очень легко взять и скопировать эту книгу и потом ее выложить где-нибудь на бесплатно смотри вот любой правообладателя будет очень негодовать по этому вопросу вот и соответственно узная источник так скажем копирования может просто начиная от того чтобы запретить такой электронно-библиотечной системе пользоваться его книгами заканчивая тем что подать в суд и на 99% быть уверенным что он выиграет это дело и с чего я начинал разговор это статистика постраничного просмотра то есть поэтому мало кто вообще задумывался об этих переделках то есть опять же любая отчетность перед правообладателем идет за счет именно количества просмотренных страниц вот они есть их 300 штук в учебнике соответственно вот каждая просмотренная страница идет в статистику ну и в оплату уже там правообладателю и так далее и так далее когда мы меняем масштаб у страницы то есть именно там в таких там электронных читалках еще что-то меняется и количество страниц те кто пользуются электронными читалками прекрасно знают то есть они открывают книгу она там пишет у них внизу что там 400 страниц он там их перелистывает если он меняет шрифт там величину шрифта то количество страниц естественно увеличивается или уменьшается в зависимости от увеличения этого шрифта тем самым как отчитываться перед обладателем правообладателем неизвестно мы решили эту проблему про это я сейчас как раз вот расскажу как мы решили проблему копирования и статистики вот какой алгоритм вообще воспроизведения контента в целях обеспечения необходимого уровня защиты и статистики финишное отображение осуществляется как отображение html кода оно четко зафиксировано на конкретную страницу загрузка данных сервера должна производиться в виде специальных джейсон пакетов это некий логический состав страницы то есть то что она из себя так скажем в виде кода представляет отдача контента сервера должна соответственно текущей механике то есть фрагменты которые соответствуют печатным страницам опять же для корректного введения статистики страница засчитывается при отдаче наличие фрагментов памяти должно быть ограничено там не более пяти страниц страниц в каждую из сторон текущей для чего для того чтобы опять же нельзя было полностью скопировать книгу и выложить ее где-нибудь там для просмотра также при отдаче состава одной страницы набор блоков может быть перемешан то есть он в виде кода перемешивается у вас в читалке обратно показывается как нормально а это опять же для безопасности потому что если кто-то перехватывает там есть тоже умные у нас ребята перехватили этот состав они его собрать обратно нормально не смогут вот и соответственно отдача фрагментов должна быть ограничена на серверной стороне по интенсивности на пару сессий книга не более 5 страниц в секунду мы прекрасно понимаем что 5 страниц в секунду даже в этом случае очень много если человек реально читает вот а если мы видим что идет обращение еще с большей скоростью понятно что кто-то просто хочет у нас эти книги скопировать и своровать с какими проблемами при распознавании контента мы столкнулись вот вы сейчас видите три страницы учебника по финскому языку как вы видите на первой странице это вообще картинка на которой в разных с разных сторон в разных горизонтальных и вертикальных проекциях расположен текст естественно его развести в виде форматирования это очень очень сложная задача для того чтобы масштабирование изменить на второй картинке видите цветом это у нас так наша система наша так скажем нейросеть она определяет различные типы текста на странице зеленым это горизонтальный текст красным это может быть как заголовок так и кусок таблицы картинки если видите он их выделил в несколько квадратов то есть розовый квадратик если вы заметите стрелочку возьму вот он розовый квадратик он выделил отдельно картинку зеленым он выделил текст красным он выделил блок картинка текста это опять же с чем мы долго боролись потому что либо он хватает все сразу и делает одной картинкой либо он ставит отдельно картинку отдельно текст и при смене формата при смене там размер шрифта например вот при смене масштаба сопоставление картинки к тексту может потеряться она расходится одна в одну сторону текст в другую и при сборе человек там смотрит и не поймет что к чему относится так вот мы обучали нашу систему понимать какой текст какой картинке относится и на третьей страничке вы видите это например тот же самый словарь то есть опять идет сопоставление слово на одном языке слово на русском языке если система их не объединит то при различном масштабировании оно просто разойдутся эти слова одно будет сверху второе снизу что к чему относится будет непонятно и смысл работать с таким с таким форматом таким учебником как бы стремиться к нулю вот это вот такие были проблемы которые мы долго и упорно решали и вот на 85 процентов мы их решили по сути то что остается в 15 процентов это наверное с точки зрения пользователей еще меньше это очень редкие моменты которые могут встретиться в единицах книг но мы это тоже решили вот по итогу мы получили вот такой новый формат и но новую программу новую читалку для чтения этого формата приблизительно как было как стало вы видите вот на этих двух картинках в первую очередь именно масштаб читать со смартфона даже с очень большим экраном страницу книги в так скажем по ширине экрана но для людей с очень-очень хорошим зрением да и то после там нескольких страниц наверное заболит голова и чтение будет навряд ли вызывать положительные эмоции а справа видите как оно стало как можно менять размер шрифта и спокойно читать учебник какие функции в нашей читалке присутствуют в новой что-то мы из старого что-то из нового то есть у нас есть библиографическая запись о книге сейчас мы это переделали у нас сейчас на этом месте находится подробный мануал инструкции к этой читалке я дальше вам ее покажу дальше счетчик страниц вы можете там ввести любой номер страницы и спокойно перейти на него есть функционал закладок то есть вставить закладку перейти к закладкам все это есть вот появился новый это размер выбор размер шрифта то есть вы нажимаете выбираете там маленький большой огромный и так далее и еще одна из главных вещей это показать страницу печатного оригинала опять же позже я покажу как это все работает сейчас объясню для чего это нужно если вдруг новое форматирование новый этот формат по вашему мнению или это объективно так ошибся что-то показывает сопоставление неверно может быть какое-то там форматирование сбилось и так далее вы нажимаете на эту кнопку и у вас открывается страница оригинальная то есть как в учебнике как вот в старой читалке то есть вы можете посмотреть если особенно это связано с таблицами или еще с чем-то вот ну и за счет этого соответственно фиксируется статистика как бы вы не просматривали в новой читалке если например оригинальная страница она там занимает три блока новой читалки то при просмотре третьего блока засчитывается одна страница оригинала ну и многоуровней поиска о нем немножко позже вот так выглядит выбор размера шрифта то есть у нас сейчас есть четыре формата мелкий стандартный большой и огромный то есть тут все зависит от вашего зрения как вам будет удобно это смотреть вот так выглядит показать страницу печатного оригинала то есть прям конкретно как в самом учебнике нажали на кнопку то есть вы на какой бы странице не были нажимаете на кнопку и именно оригинал этой страницы ну то есть этого блока на котором вы находитесь он у вас откроется для того чтобы вы могли сверить если вдруг что-то вам показалось непонятным в новом формате опять же скажу отдельно учебники очень сильно отличаются там художественной литературы бывают многоуровневые формулы и все-таки если есть сомнения хорошо тогда можно тут же моментально заглянуть в самый оригинал учебник поиск который мы туда внедрили есть два варианта поиска это с подсветкой слова на самой странице то есть вы вводите в строку поиска вас тут же подсвечивает если вам нужно конкретное слово найти в том месте на той странице которую вы сейчас читаете ну и второй вариант стандартный это результат поиска по всей книге то есть вы ввели слово и вам будет список из страниц на которых это слово встречается например то есть очень удобно всем этим пользоваться так что теперь можно сказать любой учебник под рукой для этого не нужно прибегать к стационарному так скажем персональному компьютеру ноутбуку любой студент может там пока едет в метро на пары или еще где-то может открыть свой смартфон зайти в ЭБС и спокойно там повторить что-то почитать посмотреть поучить в любом месте сейчас у нас интернет доступен почти везде кроме уж совсем большой глухомани ну там навряд ли если он туда забрался ему очень будет хотеться читать учебники вот это соответственно первая часть нашего вебинара ну основная сейчас я попробую зайти со своего мобильного телефона и покажу как это все работает вот прям напрямую пока отвечу на вопрос был вопрос читалку же есть в ЭБС университетская библиотека смотрите сейчас у нас происходит процесс конвертации часть учебников уже появилась в ЭБС при заходе на страницу учебника вы увидите там кнопка читалка версия 3 нажимаете на нее и откройте эту книгу в этой читалке если еще учебник не сконвертировался соответственно этой кнопки не будет в первую очередь мы сконвертировали все учебники связанные с иностранными языками с обучением на иностранных языков выделили мы отдельный отдельную коллекцию на ЭБС ресурсный центр называется и сделали отдельный сайт с мобильной версией все современное буквально через месяц это все учебники сконвертируются и для ЭБС пока скорость и так высокая у нас обрабатывается в автоматическом режиме там порядка трехсот четырехсот учебников в день но как я говорил у нас их больше двухсот тысяч вот и на это нужно еще еще немножко времени так я выхожу в эфир одну секунду одну секунду одну секунду так демонстрация экрана одну секунду так я тогда сейчас попробую прекратить вещание с этого и зайду в этот в том все ну в все в Продолжение следует... 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 Вернул презентацию. На вопросы уберите панель кода. Где кнопка по версии читалки. Не совсем понял. Если вы говорите кнопка оригинальной страницы. Это в виде такой страницы учебника. На самом верху читалки. Сейчас я попробую открыть картинку. Это у нас будет эта картинка в будущем. При открытии любого учебника в новой читалке. Любая книжка будет начинаться с этой картинки. Чтобы вы понимали, где она находится. Вот она кнопка. Посмотреть страницу печатного оригинала книги. Ну и все остальное. Что у нас присутствует. Вот по этой кнопке подробное руководство. Это очень большое руководство. Если кому-то будет интересно про это все прочитать. Как работает и так далее. Есть ли еще какие-то вопросы? О версии третьей читалки. Вот я сейчас про нее все рассказываю. В самой ЭБС нашей. Она есть в тех книжках, которые уже прошли эту переиндексацию. Конвертирование. То есть для примера. Для примера. Одну секунду. Я вам прямо сейчас ее. Ссылку на эту книжку отправлю в чат. Вот одна из книг. Там есть кнопка читать онлайн. Версия 3. В3. Самая правая кнопка. Нажимаете и открываете. Ну соответственно вам нужно быть авторизованным. В нашей системе ЭБС. Буквально останется потерпеть. Наверное до 15 октября. И все книги будут в нашей новой ЭБС. Кроме небольшого количества ретро-контента. Особенно это связано, во-первых, со старыми написаниями. С ятиями и прочими. Ну и с качеством самого сканирования. Ретро-контент. Все это сканировалось давно. Качество картинки не очень хорошее. А система все-таки. Наш конвертатор очень сильно зависит от качества. Самой картинки. Но это любой конвертант. Даже там тот, кто ПДФ делает. При плохом качестве картинки. Итоговое качество распознавания всегда низкое. Вот. Но, как я уже говорил. Наверное, 90% всех наших учебников. Это будет в новой версии. Буквально вот скоро. Что хочу сказать напоследок. Я уже даже скажу. Пожалуйста. Пользуясь. Неважно какой учебной системой. Там библиотечной системой. Общаясь там с руководством. Будучи самим руководством. Обращайте, пожалуйста, еще раз внимание на то, что главный, так скажем, клиент главный. Для кого мы все это делаем. Это студент. И польза, возможность ему нормально пользоваться учебниками. Читать в любом формате. Мы живем в 21 веке. Ковидные времена, хоть вроде бы как и закончились. Но они нам очень серьезно показали, что обучение может в любой момент перейти в индивидуальную плоскость. Не у каждого есть возможность пользоваться персональным компьютером по тем или иным причинам. И возможность читать со смартфона, учиться, это очень важно. И на это нужно обратить пристальное внимание. А на этом все. Спасибо за то, что вы меня слушали. Встретимся в следующий раз с какой-нибудь новой и интересной разработкой. Продолжение следует.